Братья, я тоже вас всех приветствую. Тоже хотел бы предложить несколько мыслей о крещении Господа Иисуса. И вот я, когда слушал проповедь Павла, уже заметил, что в чем-то мы с ним повторимся, в чем-то мы дополним друг друга. Хорошо? Вы знаете, вот 17 книг Ветхого Завета, они считаются книгами, которые написали пророка. 17 из 39 – это совсем немного меньше половины. И вот из такого количества книг, которые написали пророки, легко заметить, что именно служение пророка играло важную роль в жизни Божьего народа. Но с другой стороны, вот тоже важно отметить, это интересно отметить, что по всей вероятности после пророка Малахии, после Малахии, служение пророков, оно прекратилось. И на протяжении последующих 400 лет Бог молчал. И вот внезапно после такого долгого божественного молчания в Палестине появляется необычный человек. Почему? Потому что он появляется в пустыне. А пустыня – это традиционное место встречи Бога и человека. К этому добавляются странный и даже необычный внешний вид этого человека. Вот Писание говорит о том, что у него одежда была из верблюжьего волоса. Ну, скорее всего, очень-очень грубая одежда и пояс кожаны. Вероятно, что эта одежда была принята Иоанном, чтобы возродить в понимании людей внешность пророков Ветхого Завета. Вот хотя бы одна из книг Ветхого Завета говорит, что некоторые из пророков носили именно грубую одежду. И вот одежда этого пророка в пустыне сильно отличалась от длинных одежд книжников, и уж тем более сильно отличалась от пышных и роскошных одежд людей, которые были при дворе царя. Это был Иоанн Креститель. Служение Иоанна Крестителя было необычным во многих отношениях. Этот человек проповедовал, и в его проповеди люди узнавали голос пророка. То есть узнали его не только по одежде, как пророка, но и в его проповеди узнали голос пророка. Однако самым необычным было не то, что Иоанна считали пророком, или как Иоанн одевался, а необычным было то, что Иоанн делал. Он призывал народ к крещению. Он призывал народ к крещению в реке Иордан. Но крещение Иоанна, оно отличается от крещения, которое сегодня принимаем мы с вами. Почему? Потому что крещение Иоанна было связано с некоторыми идеями Ветхого Завета. А именно, иудеи были очень хорошо знакомы с ритуалом, который называется крещение празелитов. Человек, который принимает новую веру, его называют празелитом. Когда язычники в истории израильского народа обращались в веру Израиля, их так и называли. Но язычники для евреев – это чужие люди. Это люди, которые находятся вне Завета общины Израиля. Немножко больше того, они считались нечистыми и оскверненными. Таким образом, если язычники хотели обратиться в иудаизм, принять веру иудеев, они должны были пройти этот обряд, определенная процедура. И крещение было завершающим элементом вот в этом обращении язычников в веру иудеев. Крещение празелитов, оно имело следующее значение. Это был ритуал очищения. А почему? Он был предназначен для удаления церемониальной примеси нечистоты. То есть крещение изначально предназначалось для язычников. Вы знаете, вот особенность служения Иоанна Крестителя заключалась в том, что он призывал принимать крещение не язычников. Он призывал принимать крещение именно иудеев. А в этом смысле Иоанн делал немыслимое. Дело в том, что евреи считали себя чистыми. И в их понимании они не имели необходимости именно такого очищения. Вот такое вот необычное служение Иоанна Крестителя, оно было предсказано, было предсказано пророками Ветхого Завета. Они предвозвещали не только приход Мессии, которого очень сильно ждали люди, но также очень ясно говорили, что перед приходом Мессии будет предшественник. Предшественник, который приготовит путь Господу. Вот в книге пророка Исаии есть очень интересное и глубокое по значению предсказание Исаии. Вот так вот пишет Исаия. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стезиму. Вы знаете, именно этот библейский текст, короткий стих из книги пророка Исаии, послужил причиной появления целой религиозной группы, очень большой религиозной группы, которая существовала веками. Просуществовала веками. Они называли себя Исеи. Что сделали эти люди в своем толковании, в своем понимании вот этого текста из книги пророка Исаии, они перенесли запятую. И вот в их понимании слова пророка Исаии звучали, начали звучать немножко по-другому. Они говорили, глаз вопиющего, запятая. И что говорит этот глаз вопиющего? В пустыне приготовьте путь Господу. То есть эти люди нашли для себя убежище в пустыне. Они понимали пророчество Исаии как призыв уйти от общества, собраться в общину в пустыне. То есть Исеи находились в пустыне. Вот так они поняли пророчество Исаии. Вы также знаете, что вот эти вот слова Исаии стали своего рода пословицей, которые пользуются и сегодня. А глаз вопиющего в пустыне всего-напросто обозначает напрасный призыв, а или слова, остающиеся без внимания. Но в действительности слова пророчества относились именно к Иоанну Крестителю. А это касалось его проповеди и его служения. О себе он говорил, я глаз вопиющего в пустыне. Не приготовьте, он говорил, а исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Но вот брат Павел отметил, что проповедь Иоанна Крестителя была очень короткая. С одной стороны, очень короткий призыв. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот здесь опять интересно. Дело в том, что многие из пророков Ветхого Завета говорили о Божьем Царстве. И люди стремились как-то увидеть это Царство. Они ожидали об этом Царстве. Но думали об этом как о чем-то туманном, отдаленное будущее. Когда читали книги пророков, не было каких-то определенных конкретных сроков для пришествия Царства и Мессии. И вот внезапно приходит Иоанн Креститель. И вот это вот ключевое слово, которое сильно беспокоило людей, слово приблизилось. «Приблизилось Царство Небесное». Вы знаете, вот в своей проповеди Иоанн даже использовал иллюстрации. А иллюстрации для того, чтобы передать срочность этого момента. И вот эта его иллюстрация – топор лежит около корня дерева. То есть, он говорит, времени не осталось, совсем нет времени. Вот настолько близко Божье Царство. Ну вот давайте попробуем для себя, попытаемся понять обстановку. Вот что, какое действие производило на людей проповедь и служение Иоанна. Ну, в какой-то мере мы с вами можем, ну, как-то хоть немножко представить. Ну, давайте буквально о событии последних двух недель. Военный конфликт Соединенных Штатов с Ираном. За несколько дней, может быть, за несколько часов сильно сгустились события. Может быть, неофициально, но все-таки очень много и убедительно люди начали разговаривать друг с другом и говорить о войне. А вы знаете, о чем говорят наши дети? Вот именно, особенно мальчишки. Они все начали говорить о том, что, скорее всего, будет призыв в армию. А вы можете представить себе такое? Не добровольный, а принудительный призыв наших детей в армию, на войну. То есть, в какой-то мере мы с вами можем представить, насколько за несколько часов, за несколько дней могут сгуститься события. То есть, вот что-то происходит вокруг нас, это сильно влияет на нас с вами. Ну, или те, кто постарше, те, кто жили в Советском Союзе. А вспомните время холодной войны. Глобальное, военное, экономическое, идеологическое противостояние огромных держав. А вы знаете, вот эти вот слухи, я помню, мы были маленькими детьми, еще, наверное, в начальных классах школы. И нам буквально было страшно. Мы боялись президента Соединенных Штатов Америки, Рейгана. Потому что, говорили, у этого человека в кабинете, в чемоданчике есть красная кнопка. Если он нажмет эту красную кнопку, начнется война. Не простая война, а начнется ядерная война. Нам, как детям, было очень и очень страшно. То есть, мы с вами можем для себя представить вот обстановку. Вот какие-то события создают какую-то обстановку, очень тяжелая, гнетущая обстановка. Может быть, это обстановка войны. Может быть, обстановка голода или какой-то болезни. Что-то похожее происходило в то время, когда проповедовал Иоанн Креститель. А вы знаете, с детства люди, которым проповедовал Иоанн, не один раз слышали о том, что, когда придет Мессия, для человечества наступит страшный суд. То есть, с воскресной школы они это слышали, им это повторяли и говорили, придет Мессия и начнется страшный суд. Верили, что к приходу Мессии необходимо быть готовым. И вот появляется пророк. И неошибочно в нем люди узнают, это пророк Ветхого Завета, один из пророков Ветхого Завета. И вот он проповедует и говорит о том, что Царство Божье близко. Несомненно, люди начинали думать о приближении страшного суда от Бога. Следующий очень интересный вопрос. А как же служение Иоанна действовало на людей? И брат Павел отметил, что вся страна пришла в движение. Почему? А потому что это было настоящее глубокое обращение людей к Богу. Священное Писание передает нам, знаете, это очень трогательное столкновение пророка и людей. Ну почему я говорю трогательное? Напомню несколько слов из его проповеди. Когда он видел людей, которые подходили к нему, он обращался к ним с очень строгими словами. Он говорил, порождение ехиднин. Кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойный плод покаяния. То есть Иоанн понимал, что вот он, пророк Ветхого Завета, как один из пророков Ветхого Завета, обращается к людям, которые всегда жаждали крови пророков. Он говорит им, вы не лучшие ядовитых змей. Но после слушания проповеди происходит удивительное. Вместо ожесточения, вместо ненависти люди располагаются. Люди располагаются к покаянию. Смягчается вот это суровое сердце человека. И, казалось бы, неизлечимое, оно получает глубокое исцеление. Иоанн проповедует о гиене. Он проповедует о будущем гневе. Он не говорит об обыкновенных бедствиях. Ну, как, к примеру, сказать бы мог он, кто внушил вам бежать от врагов, от нашествия, варваров, плена, голода или болезни. Иоанн предупреждает о наказании. А люди не ожесточились. А совсем наоборот, они обращались к Богу. То есть это очень важная часть служения Иоанна Крестителя. Еще одна очень важная часть служения Иоанна Крестителя. Вот не только заметить обстановку, которая создала его проповедь, но это, конечно, встреча его с Иисусом Христом. И именно крещение Иисуса в реке Иордан. Вот Павел прочитал из Евангелия от Матфея. Давайте мы прочитаем то, как это событие описывает Евангелист Лука. Третья глава с 15 стиха. Евангелие от Луки. Третья глава с 15 стиха. Когда же народ был в ожидании, все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли Он. Иоанн всем отвечал. Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого я недостойно развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его. И он очистит гумно свою, соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ? И Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был голос с небес, глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Ну, можно предположить, что в один из обычных дней служения Иоанн встречается с Иисусом. Очень интересно, особенно евангелист Лука пишет об этих двух людях. Знаете, можно заметить, что жизнь этих людей сопровождает, ну, какая-то хореографическая последовательность. Они встретились и расстались, когда еще были в утробе своих матерей. Теперь они снова встречаются, чтобы снова расстаться. Только теперь уже расстаться навсегда. Немного больше деталей этой встречи открывает евангелист Матфей. А именно, он говорит о том, что Иоанн удерживал Иисуса от крещения. То есть, нам теперь будет очень интересно встать на место Иоанна, посмотреть на то, что происходит глазами самого Иоанна Крестителя. Вы знаете, Иоанн Креститель знал о Мессии. И больше того, он учил народ о том, каким будет Мессия. Не один раз, скорее всего, он говорил о том, как он понимает себя по сравнению с Мессией. Потому что люди, ну, начали подозревать вот в самом Иоанне Мессию. А что же сам Иоанн говорил на это? А Иоанн говорил следующее. Я недостоин развязать ремень обуви его. Вот как понимал себя Иоанн Креститель по сравнению с Иисусом Христом. Вы знаете, вот Священное Писание называет Иоанна Крестителя великим пророком. А что о себе говорит Иоанн? Он говорит, я не больше, чем голос. Я недостоин развязать ремень обуви его. Вы знаете, это и есть причина, почему Иоанн препятствует Иисусу принять крещение. Он знал о Мессии, он узнал Иисуса Христа и теперь очень хорошо понимал. Ты должен крестить меня. Не я должен крестить тебя, но ты, тот, который пришел, которого послал Бог, Мессия, Спаситель. Ты должен крестить меня. Я нуждаюсь в крещении от тебя. Братья и сестры, посмотрите, о каких удивительных людях говорит нам Библия. Не столько удивительные люди, насколько удивительна благодать Божия, когда она касается сердца человека. Величие Иоанна в том, что его проповедь в первую очередь и очень глубоко коснулась его самого. Итак, крещение Иисуса. Что же происходит? Ну вот в крещении раскрывается смысл служения Иисуса Христа. И, скорее всего, понимание крещения Иисуса в определенной мере – это ключ для того, чтобы понять смысл содержания Евангелия. Даже больше, вот то, что произошло в реке Иордан – ключ к пониманию того, кем является Иисус и что Он пришел сделать. Давайте попробуем ответить на несколько вопросов. Первый вопрос. Говорит ли крещение Иисуса о том, для чего Он пришел? Говорит ли крещение Иисуса о том, для чего Он пришел? Давайте посмотрим. Евангелие от Луки, 3 глава, 16 стих. Иоанн с ним отвечал. «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем». Ну вот в двух предложениях. Иоанн дает понять смысл своего служения с одной стороны и смысл служения Иисуса с другой стороны. Дело в том, что как себя, так и Иисуса Иоанн называет крестителем. Смотрите, Иоанн говорит «Я крещу вас, но и Он будет крестить вас». Давайте скажем, Иоанн креститель и Иисус креститель. То есть два крестителя – Иоанн и Иисус. Но это совсем не одинаковое служение. А разница, она опять очевидна. Иоанн крестит водой. А вода – это знак прощения, который получают те, кто покаялся. А Иисус Христос крестит Духом Святым. И также Христос крестит человека Огнем. Вполне понятно, что Иоанн все-таки говорит пророчески. «Сильнейший меня будет крестить вас Духом Святым и Огнем». Это пророческие слова Иоанна Крестителя. Он учил о Мессии, о том, кем будет его служение. Но внутреннее значение пророчества заключается в том, что вот это обещанное мессианское крещение Духом произойдет не сразу. Внутреннее значение пророчества в том, что крещение Духом, о котором пророчествует Иоанн Креститель, произойдет не сразу. В первую очередь исполнению этого пророчества должно предшествовать собственное крещение Мессии. Мессия должен принять крещение. Его собственное принятие Духа Святого. Для чего? Все это необходимо для того, чтобы предсказанное крещение Тухом стало спасительным благословением, а не разрушенным судом. То есть над человеком, человеку грозит опасность. Пророчество Иоанна в том, что возможен суд Божий огнем. Пророчество Иоанна в том, что людям нужно быть очень осторожными. Потому что нам всем грозит суд огнем. Но для того, чтобы произошло крещение Духом, сам Мессия должен принять крещение. Вот об этом немножко попробуем объяснить и рассказать. То есть Мессия принимает Дух Святой, что позволяет Ему перенести гнев и осуждение, которое заслуживают грешники. Очевидно, что Иисус не крестит водой. А крещение Иоанна – только образ того, что совершится в Иисусе Христе. Между прочим, крещение Иоанна – это образ того, что человек в действительности получает. Либо крещение Духом, либо крещение огнем. Ну, когда или при каких обстоятельствах исполняется пророчество Иоанна? Из пророчества Иоанна об крещении Духом исполняется вскоре над апостолами Иисуса Христа в день Пятидесятницы. А в этот день Пятидесятницы знаками присутствия Бога были ветер, огонь и вдохновленная речь апостолов. Позвольте обратить ваше внимание на значение присутствия именно огня в день Пятидесятницы. Вот когда Иоанн, креститель, говорит об огне крещения или о крещении огнем, скорее всего, он имеет в виду страшный огонь. Скорее всего, он имеет в виду огонь суда от Бога. Мессия будет крестить вас огнем. В этом был смысл его проповеди. Иоанн, скорее всего, предполагал, что служение Мессии должно сопровождаться таким всепоглощающим огнем. В действительности, в день Пятидесятницы крещение Духом сопровождается непоглощающим огнем. А как вы помните, простыми языками пламени. Языки пламени, о которых написано, что они почили на каждом из апостолов. Языки пламени – очень интересное слово. Они почили или успокоились. Языки пламени успокоились на каждом из апостолов. Это не страшный суд, который сопровождается всепоглощающим огнем. А успокоящиеся языки пламени – вот что получают апостолы в день, когда исполняется пророчество Иисуса Христа. А что же случилось с всепоглощающим огнем Божественного Суда? Как теперь нам понимать пророчество Иоанна? Ответ мы с вами можем найти в словах Господа Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 12 глава, 50 стих. Это Господь говорит о себе. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится?» Оказывается, смерть Иисуса Христа – это тоже крещение. Смерть Иисуса Христа – это тоже крещение. Христос принимает свою смерть как божественный план для спасения грешников. Еще один из библейских текстов, который говорит об отношении Иисуса к своей смерти. Посмотрите, как передает нам Евгелист Лука. «Я томлюсь, пока это совершится. Томлюсь или испытываю сильное напряжение и беспокойство, пока крещение совершится для Иисуса». Оказывается, событие Голгофы постоянно было перед Иисусом. Событие Голгофы постоянно было перед Иисусом. Независимо от того, где находился Христос или что Он делал, все Его существо концентрировалось на кресте Голгофы. Ну, опять мы с вами как-то в какой-то мере, маленькой-маленькой мере можем понять состояние Христа. Я думаю, многим из нас вот знакомо томительное ожидание важного события. Томительное ожидание важного события. Ну, пример, простой пример. Многие из нас уже стали гражданами этой страны. Но вы, скорее всего, помните, как, может быть, первые семь лет тяжелело над вами ожидание этого собеседования. То есть сначала подсознательно мы с вами понимали, что когда-то придет день, когда нужно будет переступить этот порог, проходить собеседование, сдавать экзамен. Но потом событие приближалось ближе и ближе. Приближался этот день собеседования, и все должно подчиниться этому событию. Томительное ожидание важного события. Иногда люди ждут какой-то операции, сложной операции. Я томлюсь, пока это совершится. Вы знаете, Священное Писание говорит о том, что лицо Господа всегда было направлено на Голгофу. Евангелие Слука опять передает нам слова Господа, что когда приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим. То есть Евангелие показывает нам намеренное движение Христа в столицу, где Он умрет за грешников по воле Бога. То есть Христос не пришел на крест случайно. Больше того, Священное Писание говорит о том, что это был еще и торжественный путь. Это был торжественный путь Спасителя в столицу. Посмотрите, как пророки писали об Иисусе Христе. Книга пророка Исаии, 50 глава, 6-7 стих. «Я предал хребет мой бьющим, ланитам и поражающим. Лица моего не закрывал от поругания, от плевания. Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь». И пророк Исаия говорит, «Я держу лицо мое, как кремень». «Я держу лицо мое, как кремень». То есть вот так Господь шел на страдания. Это был намеренный путь в Иерусалим, в столицу, но это был торжественный путь, торжественный путь в столицу. «Иисус восхотел идти в Иерусалим. Держу лицо мое, как кремень. Вот как шел наш Господь». Итак, смерть Иисуса Христа – это крещение огнем. Еще раз мы спрашиваем, почему или для чего? Для того, чтобы крещение духом для верующих было радостным событием, но не страшным судом от Бога. То есть страшный суд от Бога Иисус возьмет на себя, а крещение духом сделает его учеников великими миссионерами. Вот здесь, около вод Иордана, возможно ли было такое предполагать? Возможно ли было предполагать, что Иисус примет крещение огнем, что суд Божий падет именно на Него? Но это и есть уплата цены спасения человека. Это и есть необходимое для прощения грехов человека. Принять крещение огнем, чтобы стало возможным. Крещение духом в день Пятидесятницы. Ну вот попробуйте себе представить, насколько важно для нас с вами служение Духа Святого. Если вы верующий человек, Священное Писание очень ясно говорит, что именно Дух Святой открывает глаза для веры человеку. Если вы покаялись, если вы верите, то это заслуга служения Духа Святого. Дальше Священное Писание говорит о том, что Дух Святой сопровождает уверовавшего человека всю его жизнь. Сопровождает каким образом? Он изменяет человека в образ Иисуса Христа. То есть это и есть Евангелие. Христос взял мои грехи на крест, и затем Он посылает Дух Святой для преображения моей жизни. И это то, что открывает нам крещение Иисуса, о Его служении. А следующее крещение Иоанна объясняет истину о Личности Иисуса. Мы с вами узнаем не только о том, что сделал Иисус, но и о том, кем является Иисус. То есть внутреннее значение Личности Христа, об этом тоже упомянул брат Павел в своей проповеди. Опять мы с вами попробуем посмотреть глазами самого Иоанна. То есть когда приходит к нему Христос и готовится принять крещение, мы замечаем, что сам Иоанн с трудом понимает, что происходит. Он сам с трудом понимает Личность Господа Иисуса Христа. То есть еще пока им очень трудно собрать все вместе, он не видит ясно, не понимает ясно. А с одной стороны понимает, что если это Мессия, то крещение я должен принять от Него, Он должен меня крестить. А с другой стороны, вот Иисус просто вынужден Его убедить, понудить, говорит Ему, оставь, Иоанн, теперь оставь твои вопросы. Нам важно исполнить всякую праведность. А подчиняясь крещению Иоанна, Иисус выражает свое призвание. Христос должен подобиться грешникам. Он должен подобиться грешникам. Как Мессия, Иисус становится не только представителем человечества, но и носителем греха человечества. Это агнец Божий, который забирает грехи мира на себя. Иоанн удерживает Господа, потому что признает, что Иисус Христос не нуждается в покаянии. Но праведность не может быть исполнена до тех пор, пока Иисус не станет носителем грехов народа. С одной стороны, Иоанну очень трудно собрать все вместе, но с другой стороны, на свои вопросы он уже отвечал сам. Вот этот вот его вопрос, ты ли приходишь ко мне? Иоанн сам отвечал на этот вопрос следующими словами, когда он указал людям на Иисуса Христа, который подошел к нему со словами, вот агнец Божий, он берет на себя грех мира. То есть, почему Христос, ты приходишь к Иоанну? А почему нужно крещение вот в той же самой воде, куда заходят все грешники? Вода, которая становится символом того, где остаются грехи человека. Ну почему тебе ли, святому, чистому, заходить в эту воду? Иоанн сам отвечал на этот вопрос вот этими вот словами. Христос – это агнец Божий, который должен взять на себя грехи человека, грех мира. Вы знаете, существует несколько элементов в служении Христа, которые препятствуют и сегодня евреям понять Мессию. Но вот основным, скорее всего, считается понимание жертвоприношения. То есть, они понимали, видели и ожидали Мессию как царя-завоевателя. А вот Иоанн Креститель сравнивает Иисуса с агцем в его искупительной работе. То есть, Иисус Христос – это обещанный Мессия, это жертва, на которую указывали многие обряды Ветхого Завета. Истинная жертва, прообразом которой, к примеру, был Исаак на жертвеннике Авраама. То есть, вот здесь, около вод Иордана, эхом отзываются некоторые из текстов Ветхого Завета. Вот помните историю, когда Авраам должен был приносить жертву своего сына, как Бог начал свой разговор с ним. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». На реке Иордан мы с вами слышим голос Бога. Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Пророк Исаия писал об Мессии. «Вот отрок мой» или «Вот сын мой, которого я держу за руку, вот избранный мой, к нему благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». То есть, это все, что происходит при реке Иордан, это как эхо о многих библейских пророчеств, некоторых библейских пророчеств и о некоторых очень интересных слов о Мессии. Открываются небеса, и наступает следующая часть служения Иисуса. Начинается Его общественное служение. И Бог своим голосом, Он как бы говорит своему сыну «Я здесь». Бог как бы говорит своему сыну «Иди, Голгофи!» «Иди, Голгофи!» Потому что должно исполниться обещание спасения для множества. Так мы с вами отметили смысл служения Христа. Он принимает крещение огнем, чтобы исполнилось крещение Духом. Мы с вами отметили призвание Иисуса стать агнцем, который берет на себя грех мира. Еще одно событие крещения, и последнее, что обращу ваше внимание, это голубь, это присутствие голубя, или сошествие Духа Святого в виде голубя. Между прочим, все четыре Евангелия говорят нам о том, что во время крещения Дух Святой сошел на Иисуса. Это сошествие Духа происходит именно в телесном виде, вот как написано, как голубь. Что можно сказать голубя в Священном Писании? Наверное, вот если, ну как спросить детей, которые ходят в воскресную школу, в первую очередь дети вспомнят историю о Нойе, не так ли? И, наверное, мы с вами, когда хотим что-то вспомнить, какую-то ассоциацию найти голубя, мы с вами вспоминаем историю о Нойе. С одной стороны, голуби, они приносили жертвоприношение, часть вот этого служения, жертвоприношения. Но с другой стороны, в действительности, когда мы смотрим на то, что происходит при реке Иордан, нам очень нужно подумать о потопе. То есть это соединяет нас с тем, что произошло после потопа, а именно то, когда Ной выпустил голубя. Ной выпустил голубя, который вернулся к нему, и у него в клюве был листик, листик оливкового дерева. То есть, с одной стороны, можно сказать, это символ мира, что Бог дает мир человеку. А с другой стороны, очень важно понимать, что голубь – это символ или образ того, что Бог начинает творить заново. Голубь – это образ того, что Бог начинает творить заново. Не этот ли смысл имел потоп? Не этот ли смысл имела семья Ноя, которая сохранилась в ковчеге? Для чего она сохранилась? Для того, чтобы они стали начинателями, участниками нового творения от Бога. Когда Христос принимал крещение, и когда Дух Святой сходил на Него, это вот именно образ, символ того, что Бог начинает творить основа. Когда Христос был крещен, Дух сходит на Него в форме голубя. То есть это служение Духа Святого, о котором Бог создает новое творение. То есть именно так воссоздавалась земля после потопа. Итак, крещение Иисуса Иоанном положило начало Его общественному служению. Ну, вот Павел тоже говорил о том, что это было похоже на коронацию, или, можно сказать, рукоположение. Бог послал Своего Сына исполнить пророчество о Мессии, но Он не приступил вот к этому служению, пока не был крещен. То есть до того, как Христос не был крещен, Он не приступал к служению, на которое был призван Богом. И во время крещения Он был помазан, чтобы исполнить пророчество, особенно те пророчества, где повторяются слова «Дух Господень на мне». Важность этого события в истории Евангелии заключается в его вот таком официальном значении. Но для Иисуса креститься было непросто личным делом. Лично Иисус не нуждался в таком покаянии, Он был святым и безгрешным. Скорее всего, вот крещение Иисуса является именно вот этой коронацией, когда Отец подтверждает служение Сына, в то же время помазывает Его Духом Святым. Это важный момент в жизни Иисуса, но и важный момент во всей истории спасения. Братья и сестры, у нас сейчас будет время, чтобы мы вместе могли помолиться, чтобы Бог благословил нас всех с вами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok